Девочки, поделюсь наболевшим. Опять прилетела ситуация с соседями. Мои кошки перешли через балкон и подрались с ее собакой. Я готова поставить сетку, что-то придумать, но не готова к наездам в такой форме. Она могла сказать, что кошки ходят и решить проблему миром. Она может закрывать дверь на тот балкон. И она со своей стороны может поставить сетку или ограждение и попросить нас. Очень много от них претензий в нашу сторону. Что у нас трое детей. Это чудовищное преступление. У них один. Но их собачка лает сутками. В моем коридоре стоят их велосипеды. Часами лежит мусор прямо у моего порога. Но я же не говорю и не требую. Не люблю конфликтов. Мы вроде и дружили, но всегда предъявы с их стороны. Два часа писала анкету на соседку. Выяснилось, что другие важнее, чем я. Это не первый раз с соплями у меня. То мы громко сексом занимаемся, то дети громкие, то кошки. И есть у меня желание быть тише самой, чтобы дети и кошки. Чувствую вину и готова терпеть других. И встаю на другую сторону. При этом я должна быть важнее других. В выходные в парке поцапалась продавщицей. Ей не понравилось, что я сижу рядом с ее местом. И пускаю пузыри с детьми. Какого хрена все такие важные? И сами не сдвинутся? И не потерпят? Или нормально не скажут? Что за конфликты мне прилетают? Хочется забить на всех. И очень громко заниматься сексом. И что-нибудь еще. Я важнее других. Но есть и желание быть хорошей девочкой, соседкой. И скорее перегородить вход кошкам. Готового голова заболела. Всем не угодишь. Может, я слишком стараюсь. Анкету даже сжечь не могу. Ветер сильный на балконе. Хорошая девочка. Прям очень хорошая девочка. Именно из-за этого я расстроилась. Из-за своей реакции я не смогла даже выслушать спокойно. Сразу же ушла в эмоции. Поддалась на провокацию. Наговорила лишнего. Раскачала эмоции. Теперь я поняла, в чем была ошибка. Мне нужно было выслушать, нейтрализовать, поставить точку и утилизировать конфликт. А не выискивать в этом скрытый смысл и урок. Урок был в том, чтобы оставаться спокойной. Не раскачиваться, не вестись на провокацию. Не говорить лишнее. Отличный пример мой муж. Это ведь и его коты. Даже ухом не повел. Только собрался и поехал в магазин для ремонта. Но по дороге передумал. Сказал, что не горит. В выходные съездим на батуты. Дети попрыгают и заодно купим заборчик. Бамбуковый решили поставить. То есть он узнал о проблеме. Послушал и готов делать. Он не ходит и не думает. Ах, почему я раньше не придумал и не сделал. То есть у него нет чувства вины, как у меня. Я расстроилась, что так легко расстроилась. Считала, что я стабильно и мудрее, и осознаннее. Надеюсь научиться не поддаваться на манипуляции и провокации. Это отрывок из книги по чату мам, которая скоро выйдет. Снова книга, которую написали мы. Вторая часть выйдет в январе месяце. Она уже в издании. А первую часть уже можно найти на shopsoabrition.com. И эти книги реально раскладывают и помогают осознавать очень многие эпизоды в жизни. Как мы не хотим видеть в людях свои зеркала, видеть себя, видеть свою нестабильность, видеть свое раздражение, видеть обиды на саму себя. Видеть, видеть, видеть. А эта книга учит говорить себе стоп и задумываться. Ведь это же я вижу себя в зеркале. Это же для меня старается соседка. Это же для меня старается муж. Это же для меня, чтобы я увидела и стала другой. Чтобы мне не надо было за это болеть. Чтобы мне не надо было, как робот, реагировать программами стыда, обиды, вины и так далее. А осознанно выйти в благодарность. Спасибо мамам за этот чат. Спасибо за эту работу. Спасибо за то, что вы были в нашей жизни. Спасибо. Спасибо.